Давайте тогда перейдем к следующей теме, которая, наверное, еще более насущная. Как пробиться нашим иллюстраторам и нашим авторам на международный рынок? Я сразу должна сказать, что у наших иллюстраторов есть одно очень большое заблуждение, что иллюстрация это талант, что это искусство и что это не имеет никакого отношения к бизнесу, что вот я умею рисовать и любите меня за это. Как это так никто не заказывает? Вот же какие ничего не понимают эти издатели. Вот я сижу такая талантливая, а мне почему-то никто ничего не заказывает. Так вот, я вам должна сказать, что иллюстрация это прежде всего бизнес. Если вы, это ваш бизнес, ваш частный бизнес. И подумайте об этом с такой точки зрения. Если вы открываете свой бизнес, что бы это ни было, вы магазинчик на углу открываете, пирожки собрались продавать. Вы знаете, что вы должны вложить средства в рекламу, в исследование рынка, в аппаратуру. Вы знаете, что вы не отобьете свои затраты в течение первого года. То есть вы осознанно идете на открытие своего бизнеса, зная, что это большие затраты и времени, и ресурсов. И что вы, может быть, увидите первые результаты через пару лет. Почему-то, когда люди идут в иллюстрацию или в другую творческую профессию, они считают, что вот я сейчас нарисую и все. И что-то должно произойти. Ничего не произойдет. Вы можете быть обалденно талантливым иллюстратором, вообще шедевры рисовать. Но если о вас никто не знает, то никто ваши шедевры никогда и не увидит. Поэтому в этой части я вам расскажу подробно все шаги, которые... Ну, приготовьтесь, много работы. Но если вы действительно хотите, это возможно. В этом нет ничего, наш любой иллюстратор может запросто оказаться на международном рынке. Это не заоблачные дали, но это много работы. Рассказываю. Значит, первая стадия в любом бизнесе – это исследование рынка. Вы должны знать, куда вы, собственно говоря, собрались выкарабкаться. Ваш рынок. Я расскажу так, как я сама буквально пять лет назад сидела точно так же перед своей первой книжкой и думала, а ну а дальше что? Ну и куда я с этим? И мне вокруг все говорили, куда ты лезешь? Сиди вот тут, у тебя есть хорошая работа, чего ты? Ну, я же верила в свою мечту. Поэтому я планомерно, я разбила вот пошагово, что я должна сделать, чтобы добраться туда, куда я собралась добраться. И первая стадия, как в любом бизнесе – исследование рынка. То есть я обошла все книжные магазины. Я посмотрела, что где печатается, какие издательства. То есть если мне нравилась книга, я думаю, о, вот это вот что-то типа такого, как я рисую. Я шла, смотрела, что за издательство, я выписывала название издательства, я фотографировала книги, я покупала книги, которые мне нравятся. То есть все книжные магазины – первая стадия. Вы начнете уже потихоньку понимать, что происходит, что печатается, во всяком случае, что продается, что на книжных полках стоит. Второе – ну, книжные блоги, их масса. Причем, опять же, если вы ориентируетесь на международный рынок, то идите на англоязычные сайты. Украинские сайты вам мало помогут. Опять же, учите язык и вперед. Сайтов миллион. О книгах, для писателей, для иллюстраторов. Опять же, в своем блоге я об этом иногда пишу, у меня куча ссылок, куча линков. Отдел полезное. Там очень много всего. Идите туда. Если не знаете, вообще ничего не можете найти, напишите мне, я вам найду. Книги о книгах. Опять же, я скупила все книги о детской иллюстрации. Ну, все, что могла найти. Все книги о картинках, о рисунках, все перечитала, уже начало что-то где-то оформляться, появляться. База данных по издательствам. Если вы собираетесь ориентироваться на международный рынок, вы должны составить себе эту базу данных. Европа и США. Опять же, если у вас есть какой-то язык дополнительный, если это итальянский или испанский, ну, полезьте вы на сайты итальянских, испанских издательств. Посмотрите, что они делают. Может быть, вы им сначала напишите, если вы не знаете английского, но в любом случае учите английский, так как все равно они все взаимодействуют между собой. И все равно основная масса иллюстраторов и книг идет именно из англоязычных стран. Даже, наверное, из Англии больше всего. В Европе, вот Италии, Испания, Франция, у них шикарная школа иллюстраций, совсем другая, но там туда пробиться еще сложнее. И там меньше платят, это я вам по секрету скажу. Больше всего платят в Англии. Так что Англию первую. Потом же опять Англия продает международные права на свои книги во все остальные страны. Больше, допустим, в Америке большинство книг английские. Так уж повелось. Хорошая там тоже школа. Вот, учите английский.